Казахстанские школьники вернутся за парты. В Казахстане снова смягчают ковидные ограничения. С понедельника на традиционный формат обучения перейдут без исключения все классы. Заместитель премьер-министра сегодня отчитался перед главой государства и заверил, что эпид-обстановка в стране стабильна. Также было решено ослабить карантин и на таможенных постах. Как будет жить дальше, наш город расскажет Ирина Крештоп. В стране идет на спад суточный прирост заболевших ковидом. Поэтому на заседании межведомственной комиссии решили ослабить ограничения. Санврачи разрешили школьникам сесть за парты. Уже со следующей недели дети вернутся к традиционному формату обучения. С 14 февраля в режим офлайн перейдут ученики с первых по 11 классы. И теперь не будет иметь значения, сколько учащихся в школе. Заместитель премьер-министра заверил президента Токаева, что эпидемиологическая ситуация в стране под контролем. Наблюдается снижение случаев с 16 тысяч до 2 тысяч в сутки. Это показывает, что ситуация стабилизируется. 24 января, в том числе и в рамках вашего поручения в целях создания условия бизнесу, сняты основные карантинные меры. Со следующей недели обучения во всех школах планируется перевести на оффлайн режим. Также строгий карантин сняли при пересечении границы. Теперь казахстанцы могут выезжать из страны раз в 15 суток. Это касается тех, кто отправляется за рубеж на автомобиле. Раньше действовало ограничение в 30 дней. А еще можно беспрепятственно путешествовать в любую страну мира. Правда, если туда есть прямые рейсы, при этом возобновлять авиасообщение, к примеру, с Египтом, пока не собираются. Лететь туда не рекомендуют даже транзитом. Иностранцы тоже могут смело покупать туристические путевки в Казахстан. Для них при въезде в нашу страну больше не будет серьезных ограничений. Через авиасообщение могут беспрепятственно приезжать в Казахстан при соблюдении визового режима. Все иностранцы, те, которые должны визовым режимом приехать, тоже могут беспрепятственно посещать Казахстан. Самое главное, первое требование, это у граждан обязательно должны быть результаты ПЦР-тистирования не более трех суток. Но въезд все еще запрещен для граждан 11 государств. В списке в основном африканские страны. Есть там и Гонконг. Не пускать людей из этих государств решили еще в ноябре из-за вспышки штамма Омикрон. Пообещали в Комитете санэпидконтроля, что ограничения постепенно снимут и в других сферах. Но все будет зависеть от эпидобстановки. Чем больше казахстанцев получат вакцину, в том числе и бустерную дозу, тем быстрее мы сможем вернуться к привычной жизни, которая была у нас до пандемии. Продолжение следует...